слышите звук дождя несколько минут назад был вообще ливень и ливень прям на улице свежо вообще и звук дождя мне такая эта погода успокаивает кисюня спит кисюня спит 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 кисюня ласковая подходит постоянно гладить хочет гулять гулять его надо постоянно привык уже уже подходит и лапой да ну все все не выходи не выходи и выходи что на лапой но все кисюнька всем привет привет я иду на работу вот старый мой салон старый новый вот старый салон и вышло конечно прилично пораньше потому что у нас возле на нашем районе да и вообще вообще по всему городу закрылись очень классные ну как одни из нормальных магазинов евророс вот они были поблизости находились рядом с домом вот и сейчас приходится за 33 9 земель идти покупать продукты вот я решила что я куплю с утра продукты домой вот этот магазин находится рядом с моей работой до работы мне идти минут ну хорошим шагом таким немедленно не быстро минут 15 вот этот магазин находится рядом с моей работой я накуплю но куплю всего-всего чтобы и потом вызовут такси такси там стоит 100 рублей буквально вот и вечером после работы это все довезу потому что с моей спиной тяжести таскать мне нельзя вот магазинов поблизости нету дима работает час 10 дней офигеть как в режиме он приходит только спать чуть-чуть поезд и уходит вот поэтому у дима точно возможности нету ничего купить так что вышла намного пораньше вот где-то минут на 40 из дома чтобы сходить в магазин надеюсь уже скоро все придет в норму и откроется магазина нормальная рядом с домом конечно вообще неудобно а еще почему я предпошла рано то почему я пошла рано утром магазин потому что вечером так как везде все закрыто то со всего района идут в эти магазины и реально не остается ничего то есть эти магазины небольшие которые остались вот по сравнению с теми которые закрыли вот там реально после смены вот я в 6 закончили всем и там уже вообще выбора никакого не будет либо останется все только самое дорогое либо то что мне нужно вообще ничего не будет вот поэтому иду сейчас закупаться в магазин кто бы подумал что буду с утра идти в магазин господи как в советское время еще скоро по талонам будет я правда не застала советское время по талонам я была совсем маленькая рассказом так что сейчас надо будет брать тележку и закупаться и наверное народу будет дофига сейчас суббота маску приготовила у нас в магазинах тоже надо масках вот масочный режим не отменяли вот вход только в масках хотя как пишут по статистике уровень заболеваемости падает падает но все равно каждый день человек по 50 больных выявляют вот но типа падает ладно пойду в магазин потом вам на работе покажу покупки на работу доперла два огромных пакета на 1500 у меня здесь покупок вот сейчас вам покажу сначала дверь закрою а то придут коллеги и услышат как я тут обзор веду сейчас быстренько сниму вам ой блин я только вот беспокоюсь за курицу я курицу купила сейчас курицу купила так буду выставлять и говорить молоко два с половиной процента жирности сорок девять рублей я буду говорить те цены которые помню вот кофе на сто пятьдесят девять черная карта хлеб не помню не смотрела яблоки сезонные за девяносто девять по моему девяносто девять так по акции сардельки тут килограмм в двух упаковках по 05 за шестьдесят девять рублей одна упаковка если две берешь за 69 то есть купила так вот такой данон но он меньше чем обычный я не знаю мне кажется здесь 100 гр грамм здесь 19 рублей я купила 6 пачек купила целую курицу она у меня здесь в пакете я боюсь как бы она мне не испортилась купила вот такой десерт шарлиз за 29 рублей в зефирке вот наверное грамм 200 вот одну я на работу взяла вот а другую себе домой вот сгущенка была дорогая восемьдесят девять рублей стоит сгущенное молоко вот купила свеклу не помню отлич нет помню для чего для борща но не помню по какой цене бананы по моему по 69 стоили вот вторая пачка шарлиз еще одна вот пятая и шестая пачка йогурта данон вот тут у меня я купила картошки купила огурчиков огурчики стоили 69 помидоры 68 вот купила было бы могла бы больше купила больше купила еще себе такой вот десерт два по сто за восемьдесят чем-то рублей хочу попробовать вот вот с манго клубникой и вот фруктовый десерт персик вот хочу тоже сейчас кофе выпить с утра вот картошка зеленый лук ну и все вот покупки на 1500 ничего такого особенного хочу борщ сварить чтобы фрукты какие-то были молоко на работу взяла но сегодня на такси поеду потому что мне отсюда в горку вот мне отсюда очень далеко идти ну с пакетами с тяжелыми покажется очень далеко вот а сто рублей заплатил за такси и привезут вот так вот мы теперь закупаемся как блин при экономии какой-то при дефиците не при экономии дефиците вот у нас закрылась сеть хороших магазинов евророс то ли обанкротились то ли обанкротили фиг знает я не знаю но было на каждом районе по два магазина и мне было буквально выйти и три минуты я возле магазина сейчас вот надо так закупаться такие вот покупочки дальше мое утро началось с таскания тяжестей ну начинаем готовиться к работе вот я приехала домой курица не пахнет как испорченная она не пахнет ничем я ее сейчас отварю потому что сегодня я готовить ничего не буду вот Дима придется работать там пюре еще есть сосиски яички вареные йогурты есть а завтра я буду варить с нее борщ но сегодня я ее отварю вот но она ничем не пахнет нормально пролежала может ее так обработали что она вообще уже как пластмассовая ну ладно ну вот такая история на сегодняшний день у меня сегодня закончилась бытовые покупки бытовая моя жизнь она у меня тоже есть значит пролежала